Добрый день, друзья! Меня зовут Павел. Я инженер технического центра ЗАНС. Добро пожаловать на наш новый вебинар о молниезащите и заземлении. Давайте проверим, как меня видно и слышно. Если все отлично, прошу поставить плюс в окне чата. Вижу плюсики. Спасибо. Тема нашего вебинара – молниезащита взрывоопасных производств и хранилищ. Вопрос защиты от молнии особо опасных зданий имеет огромное значение. Разряд в такое здание вполне может стать причиной полного уничтожения объекта, гибели людей или серьезного вреда для экологии. Едва ли не каждый молниезащитный норматив начинается с описания мер именно для таких объектов. Объектов первой категории защиты. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Лектор нашего вебинара – Дмитрий Красноборов, инженер технического центра ЗАНС, эксперт в молниезащите и заземлении. Один из авторов статей нашего сайта. Специалист с огромным опытом в молниезащите. Добрый день, Дмитрий. Добрый день, Павел. Спасибо за представление. Я думаю, что я могу приступать к вебинару. Одну минуточку, я расскажу еще пару интересных моментов для наших слушателей. Планируемая длительность вебинара около одного часа. Как обычно, она зависит от количества ваших вопросов. Обращаю внимание, что вопросы лучше писать в специальный раздел. Его кнопочка рядом с кнопочкой чата. Вопросы, написанные в общий чат, рискуют затеряться среди других сообщений. Во время вебинара вы можете самостоятельно управлять громкостью лектора, используя бегунок справа от его изображения. Можно открыть видео лектора или презентацию на весь экран при помощи специальной кнопки в правом верхнем углу окна. Видеозапись этого вебинара через некоторое время будет опубликована на нашем сайте zans.com и наших YouTube и YouTube каналах. Узнавайте о предстоящих вебинарах в наших группах в социальных сетях, в Telegram-канале и специальном разделе сайта. Ссылки на них уже в окне чата. На этом моя вступительная часть завершена. Я передаю слово нашему лектору. Дмитрий, с чего начать проектирование молниезащиты взрывоопасного объекта? Да, спасибо, Павел. Начать нужно с приветствия коллег, посетивших сегодняшний суббинар. Так что всех приветствую, рад всех видеть. И расскажу сегодня о молниезащитах взрывоопасных производств и хранилищ. Уделим внимание объектам, которые защищаются по первой категории в соответствии с РД 3.4 и ВСП-22. Буду называть их по первым двум цифрам. Полное название приведено на слайде. Рассмотрим необходимые мероприятия, которые нужно обеспечивать в соответствии с этими нормативными документами. После этого сделаем расчеты для объектов определенных размеров, которые я предварительно подобрал для максимальной наглядности. И после этого мы сможем сделать выводы, отметить какие-то особенности сделанных расчетов, потому что все-таки, хоть и называется первая категория, обозначена первая категория по обоим нормативным документам, но она имеет отличие. Нормативные документы, требования их отличаются. Сначала начнем с РД 3.4 и определим вообще классификацию объектов. В соответствии с первой же таблицей этого РД, здания, сооружения, части, помещения которых относятся по классам В1 и В2, требуют защиты по зоне А и с помощью категории защиты 1. И как раз таки первая категория, в отличие от второй и третьей, требуют установку либо отдельно стоящих, либо тросовых молниеприемников. Вот я тут привел классификацию зон класса В1 и В2 подпылья. Если коротко, то это горючие газы и пары, либо горючие пыли или волокна, которые могут переходить во взвешенное состояние, либо постоянно присутствуют в объеме. И самый ключевой момент в том, что в взрывоопасной смеси, то есть возможные потенциально опасные вещества образуются в нормальных режимах работы. То есть не при каких-то аварийных ситуациях, как все остальные зоны класса, а в нормальных. Например, для УВЖ это при хранении, переливании, находящихся в открытых им костях жидкостей. Далее перейдем, рассмотрим заземляющее устройство для отдельно стоящих молниеприемников. Если говорить о БРД, то чаще всего используется конструкция вот именно вот такого типа, как я показал. Это нам указано в пункте 2.2 и конструкция по пунктам Г. То есть три вертикальных электрода объединены горизональным электродом. Ну, желательно располагать их вот именно таким образом, чтобы расстояние между ними было 5 метров и растекание тока было в трех направлениях. Приведу расчет сопротивления заземления. Несмотря на то, что в РД нормируется только конструкция заземления, про сопротивление заземления нигде не сказано. Сказано про импульсное сопротивление заземления, но это не одно и то же с тем сопротивлением заземления, которое рассчитывается именно по этим формулам для промышленной частоты, растекания токов промышленной частоты. Привел сопротивление заземления, которое равно 7,68 Ом для заземлителя такой конструкции. Позже оно пригодится, но именно для РД, можно сказать, наглядное, но по сути бесполезное. Кроме такого заземлителя, возможно, и другие, привел их на этом слайде, это дезапитонный подножник определенных размеров, стойка, опоры или фундамент произвольной формы. Они все указаны тут с указанием габаритных размеров. То есть, если они соответствуют этим размерам, то можно их применять в качестве заземлителя отдельно стоящего муниприемника или тросовой опоры. Еще один немаловажный момент – это расстояние от муниприемника до защищаемого объекта, чтобы снизить вероятность наведения перенапряжений, искрений. В общем, канал тока муни удалить от объекта, чтобы снизить его негативное влияние. Для заземлителей конструкции 2.2G, которые мы рассмотрели ранее, всегда расстояние 4 метра. Для остальных конструкций при РО, то есть при удельном сопротивлении от 100 до 1000 Ом на метр, это нужно сделать такую оговорку, 4 метра. При любых заземлителях при удельном сопротивлении грунта меньше 100 Ом на метр, достаточно 3 метров. Если здание больше, чем 30 метров, то на каждый 1 метр увеличивается расстояние для каждых 10 метров сверху 30 метров. То есть для 40 метров, метров его 4 плюс 1, для 50 метров его 5 плюс 1, если у нас грунт хуже, чем 100 Ом на метр. ОРД это, в общем-то, все. Такая сводка, краткая сводка необходимых и достаточных требований для того, чтобы можно было расположить муниприемники относительно объекта. Муниприемники и их заземлители. Теперь перейдем к ВСП-22. Это кратко привел, какие объекты относятся к первой категории по ВСП. Это узлы связи, пункты хранения оружия, перепрессов, хранилища, беречесматрочных материалов и так далее. Плюс остальные сооружения, которые относятся к тем же В1 и В2 по ПОИ, к зонам классов В1, В2. И к категориям В1 по нормам пожарной безопасности 105.03. Так же, как и по РД-34, магнезащита должна выполняться либо отдельно стоящими, либо тросовыми магнеотводами. Но в отличие от РД-34, тут будет нормироваться сопротивление заземляющего устройства. Причем оно нормируется в таких широких пределах. Удельное сопротивление грунта при грунте лучше, чем 100 Ом на метр. Это, к примеру, суглинок, глина, чернозем и так далее. Либо грунты, которые пропитаны, напитаны грунтовыми водами. Сопротивление заземлений должно превышать 5 Ом на метр. До 500 Ом на метр – 10 Ом. А, то есть не должно превышать 5 Ом, как говорилось, просто 5 Ом. При худшем дельном сопротивлении грунта до 500 Ом на метр не должно превышать 10 Ом. И далее уже определяется по формуле. И есть такой момент, когда защищается отдельно стоящими униприемниками, заземлители должны по одной из сторон защищаемого объекта соединяться между собой с одной полосой. То есть получается такой, если заземлитель расположен, например, на расстоянии 50 метров, нужно тянуть полосу 50 метров. Такой нюанс достаточно, я бы назвал его не совсем удобным, поэтому есть вариант вообще использовать тросовые молниеприемники, и тогда этот же заземлитель перенесется только наверх, если говорить достаточно грубо. Заземлитель не потребуется соединять с землей длинную траншею, но тросовые молниеприемники, помимо такого удобства, будут обеспечивать еще и лучшую надежность защиты по сравнению с отдельно стоящими. И ключевой в определенной степени момент в том, что сопротивление заземления каждой тросовой опоры может быть в два раза больше по сравнению с отдельно стоящим молниеприемником. Вот тут можно вспомнить о 7 с лишних ум, которые мы рассчитали, когда рассчитывали заземлитель в разделе, в котором я обозревал РД-34. Получается, если мы использовали бы отдельно стоящие молниеприемники, этот заземлитель бы не проходил, так как 7 больше, чем 5 Ом требуемых по пункту 1. А вот если использовать трусовые молниеприемники, то получается 10 Ом требования, и тот заземлитель уже проходит. Также, как и в РД-34, приведены расстояния перекрытия по воздуху, то есть расстояние от объекта до молниеприемника или тросовой опоры, оно не менее 5 метров должно составлять. Если в РД-34 было 3 метра, в таком же аналогичном пункте при РО меньше 100 Ом на метр и 4 метра в случае с заземлителем конструкции Г, то тут минимум 5 метров. И вообще до 12 метров в плохом грунте хуже, чем 500 Ом на метр. И тут также есть предписание увеличивать расстояние в зависимости от высоты объектов. Если более 15 метров, то увеличивается по формуле. К примеру, у нас не 15 метров, а 20 метров. Получается, должно увеличиваться на 0,5 метра. И 5 плюс 0,5, если в хорошем грунте берем, получается 5,5 метров. Кроме этого, еще и нормируется расстояние от троса по вертикали. Главное, должно быть минимум 6 метров и до 10 метров, как указано в пункте 2. Это с помощью линейной интерполяции можно высчитать это расстояние. Также я привел таблицу требуемой надежности по ВСП. Для первой категории достаточно надежности 0,99. Остальные надежности по другим категориям тоже приведены, но нас интересует именно для первой. Теперь мы можем перейти к расчетам. Тут приведено здание высотой 20 метров, размерами 122 метра на 140. Это я подобрал их, исходя из тех максимальных расстояний, которые у неприемники тросовых 100 метров могут обеспечивать. Мы располагаем тросы на расстоянии 4 метра от объекта и по обе стороны здания. Для этого строим зону защиты на отметке 20 метров. Тут я привел расчет зоны защиты по формулам из РД-34, из приложения 3РД-34. Получается так, что радиус горизонтального сечения RX вокруг молнии приемников равен 16939. Большие радиусы, которые вокруг опор. И считает трос на высоте 37 метров, несмотря на то, что опора высота 40 метров. То есть это радиус именно от троса. Если есть такая необходимость, можно эти радиусы по краям еще рассчитать. От молнии приемников высотой 40 метров получится чуть больший радиус. Это если есть какие-то объекты, либо здания какой-то неправильной формы, мы взяли тут форму такую, параллельный пипет, близкий к кубической, для удобства. То есть тут на этой территории может располагаться любой резервуар, может быть просто обычное здание с плоской или скатной кровлей. И при удалении молнии приемников, как я тут показал, 130 метров друг от друга, расстояние между молнии приемниками также тут указано. RCX – это вот зона, которая самая ближайшая к стенкам этого объекта, 242. То есть если молнии приемники еще дальше друг от друга удалять, параллельные, то получится, что зона уже разорвется. Так что это вот максимальный размер издания для молнии приемников высотой 40 метров. Также я сделал расчет в нашем сервисе расчетов надежности, который вы можете найти на сайте ЗАНС, разделе проектировщиком и расчеты. Тут привел в интерфейс этой программы и с заданными молнии приемниками и объектом. После расчета в данной программе получается такая вот цифра надежности 0999-43. То есть для молниезащиты объектов, которые соответствуют категории, цифра надежности получается больше, чем 0999-99. Это максимальное требуемое по каким-либо нормативным документам. В то время как по ОВСП достаточно было бы всего 0999. Что же случится, если тросовые молнии приемники поменять на отдельно стоящие? Тут же привел для того же самого объекта при тех же самых размерах, расстояниях расчет для отдельно стоящих молнии приемников высотой 40 метров. И получается так, что радиус посередине между молнии приемниками отрицательный. Это значит, что объект не защищен по зоне АРД-3-4. То есть замена на тросовые молнии приемники в один в один для такого же самого объекта и с молнии приемниками той же высоты невозможна. Но при этом я рассчитал надежность защиты в программе, и она получилась равная 099. Надежность получается приемлемой, и она соответствует требуемой надежности ПВСП. В то, что для категории А она не проходит. Тут я оставил объект такой же высотой 20 метров, такими же размерами, но муни приемники отдельно стоящие теперь уже, и увеличиваю их высоту до 45 метров. При расчете получилось, что радиус посередине уже положительный и охватывает габариты объекта, то есть его границы. Так что, если нужно защищать тот же самый объект муни приемниками отдельно стоящими, получилось, что нужно увеличить их высоту на 5 метров. И надежность также получается для зоны А больше, чем 3 девятки. И такое среднее время между прорывами получается громадное. 2000, почти 3000 лет. Несмотря на то, что удары молнии в систему, молнии приемники будут достаточно частыми. Тут для настоящих молнии приемников, в отличие от тросов, расстояние то же самое 4 метра, но получается так, что канал тока молнии не будет делиться между двумя опорами, между двумя заземлителями, не будет протекать по тросу, она будет стекать концентрированно, можно сказать, концентрированно по одной опоре непосредственно в землю. Это значит, что ток молнии будет достаточно большой и поле наводки от этого тока тоже будут большими. Хоть и в нормативных документах указано 4 метра, есть мнение, что для защиты современных аппаратуры, оборудования и каких-то чувствительных помехам приборов этого расстояния мало, и нужно удалять молнии приемник на большую величину. К примеру, Базилян в своих статьях, на вебинарах и не раз выражал такое мнение, профессор Эдар Миревич Базилян выражал мнение о том, что молнии приемник должен быть удален на большее расстояние. Он приводил формулы расчетные и вычислял, какое перенапряжение, какое наведенное напряжение создается при том или ином удалении молнии приемника от объекта. Поэтому, хоть мы и выполняем нормативные документы, желательно молнии приемники удалять как можно дальше. К примеру, 8-10 метров будут не лишними. Следующий на расчет я взял молнии приемники высотой 40 метров и рассчитал, для какого здания, каких габаритов они подойдут. То есть, если заменять длинно стоящими молнии приемниками тросовые молнии приемники высотой 40 метров, получается, что здание теперь уже меньшими габаритами и зона будет положительной. Надежность также получается 0,999. То есть, молнии приемников хватает теперь уже защиты здания меньшими габаритами. Теперь тот же объект и те же самые молнии приемники и расчет уже по ВСП. Удаление молнии приемников от объекта теперь уже в отличие от первого примера не 4 метра, а 5 метров. Но все остальное, никаких других изменений нет. Только 5,5 метра, потому что здание 20 метров, как я уже рассказал ранее. По формуле получается, что берутся еще дополнительные полметра из-за 5 метров высоты здания. Рассчитали также в программе с сайта ЗАНС и получилась надежность защиты 0,999. Значительно выше, чем требуется для надежности по ВСП. Достаточно было по 0,99. Поэтому молнии приемники можно уменьшить с 40 метров до 37 метров. То есть, также получается, что относительно молнии приемников прави строса минимальной точки будет не 37 метров, а 34 метра. При расчете надежность получается 0,99. То есть, ее достаточно для ВСП, для соответствия требованиям ВСП-22. В заключение я тут привел как раз те выводы, которые напрашиваются из этих расчетов для объектов, которые подходят под ВСП-22, требуются более низкие молнии приемники. Они же будут более экономичными, несмотря на то, что от объекта молнии приемники нужно удалять на лишние полтора метра. Не полтора метра, как в примере, который мы рассмотрели. И если бы мы рассчитывали по зоне А и не знали бы, какая величина реальная надежность, не получилось бы снизить молнии приемники на 3 метра. Но получилось из-за того, что мы сделали расчеты в программе для молнии приемников тросовых высотой 37 метров и 34 метров и добились требуемой надежности защиты, равной на 0.99. Программа для таких случаев подходит идеально, когда нужно вписаться в требуемую надежность, не закладывать лишнюю высоту молнии приемников, что может повлечь за собой еще и лишнее количество ударов по унии в объект. Хоть они будут попадать в молнии приемники, и все равно это нежелательный случай. Лишнее протекание только даже по заземрителям, по молнии приемникам тоже это негативный фактор для объекта и оборудования внутри. Во втором функции я привел последствия того, что молнии приемники поменяли тросовые на отдельно стоящие. Получилось так, что для отдельно стоящих молнии приемников высота потребовалась на 5 метров больше. Поэтому использование тросовых молнии приемников позволяет сэкономить высоту. И не только высоту, но еще и сэкономить на заземлителе. Когда для тросовых молнии приемников не требуется соединять по ВСП-22 опоры друг с другом, а достаточно использовать заземлитель реконструкции Г, трехлучевая, треучая с вертикальными электродами по концам, он будет соответствовать по сопротивлению. Это для того рассмотренного случая, когда удельное сопротивление грунта меньше, чем 100 Ом на метр. В любых других грунтах требуются дополнительные расчеты. Не всегда такой конструкции будет хватать, к примеру, по ВСП. Но тем не менее, заземлителей получается меньше, чем для настоящих молнии приемников. На этом я бы подведение таких итогов закончил свою часть повествовательной и могу ответить на вопросы по стихию Линара. Дмитрий, большое спасибо за выступление. Есть время перевести дух, пока я задам несколько коротких вопросов нашим слушателям. Дорогие друзья, на вашем экране сейчас появится вопрос. Получили ли вы в ходе вебинара интересующую вас информацию? Прошу вас нажать кнопку с вариантом ответа, который вы считаете более подходящим. Немножечко подождем для того, чтобы была возможность у всех ответить на этот вопрос. Для тех, кто не получил интересующую информацию, я прошу вас сформулировать, что именно вы хотели бы услышать, чего вы не услышали в чате или в разделе «Вопросы». Давайте еще три секундочки подождем. Итак, вопрос номер два. Планируете ли вы обратиться в ЗАНС за расчетом? Хочу напомнить, что мы выполняем бесплатные расчеты по молнии защите и заземлению абсолютно для всех объектов, за исключением загородных домов. Вы можете прислать нам задание на расчет с исходными данными, с чертежами и сопутствующей технической информацией, которая у вас есть. И мы для вас выполним расчет очень быстро. Сейчас у нас средний срок расчета, порядка двух дней. Обращайтесь, будем рады помочь. Немножечко подождем для того, чтобы все желающие нажали кнопочки. Что-то странное сегодня творится с нашим опросником. Я надеюсь, только у меня то и дело. Результаты обнуляются, но потом снова возвращаются. Ну, хорошо, что возвращаются. Ну, что-то не вернулись сейчас, я смотрю. А, вернулись. Ну, ладно, и давайте перейдем к третьему вопросу. На какую тему вы хотели бы послушать наш будущий вебинар? Для нас важно, чтобы мы были полезными. И тема вебинаров, которую вы хотели бы услышать, для нас всегда важна и цена. Я прошу написать в чат ту тему, которую вы хотели бы послушать. Так, ну, а теперь давайте перейдем к вопросам наших слушателей. Дмитрий Сергей Салихов спрашивает. Можно ли использовать арматурный каркас железобетонного монолитного здания в качестве такоотвода системы молниезащиты? Можно использовать, но это только будет для объектов не для первой категории, для второй категории. Арматурный каркас, он разрешен к использованию как и молниеприемник, так и тукат. Вот это пункты 2.11 и 2.12 РД 3.4. А для взрывоопасных зданий? Для взрывоопасных зданий тоже разрешен, но только если они не будут относиться к зонам классов V1 и V2, которые я показывал ранее. То есть невозможно образование взрывоопасных смесей в нормальном режиме. Вот если будет в аварийном режиме или небольшой объем таких помещений, то возможно. Спасибо. Подрядов Александр спрашивает, можно ли устанавливать молниеприемник на металлоконструкцию здания класса V1A и использовать в качестве такоотвода металлическую колонну здания? Или не стоит заносить высокий потенциал внутрь здания и выполнять отдельно стоящий молниеприемник? Чуть позже отвечу на этот вопрос. Я хотел бы еще по предыдущему дополнить. Есть в РД пункт по процентам помещений. Если помещение первой категории меньше, чем 30%, то допускается выполнять молниезащиту по второй категории. Вот это именно к тому, что я сказал по поводу количества помещений в первой категории. Поэтому можно использовать каркасы даже и для объектов помещений, которые относятся к первой категории. При условии, что их меньше 30% по площади здания. А по второму вопросу. Для V1A допускается молниеприемник устанавливать на самом объекте, потому что V1A относится ко второй категории молниезащиты. И внутрь получается так, что можно сносить в какой-то степени потенциал. Нужно, конечно, разумно подходить к молниезащите, разумно располагать только отводы, делать большое их количество желательно. Не делать так, что, например, один молниеприемник будет, и от него один только отвод. Тогда и не будет такой речи о том, что мы преднамеренно какой-то потенциал там заносим. Спасибо. Дмитрий Елизаров, подскажите, пожалуйста, какие программные комплексы для ПК можете посоветовать для расчета зоны молниезащиты? Какие-то программы для расчета зон я не могу посоветовать, но я думаю, что есть определенные, которые находятся на слуху фактировщиков, но я лично пользуюсь расчетами в Excel. В целом мне нужно построить зоны непосредственно строя по таблицам Excel, в которой перевел формулу в поражение 3, РД-3-4, ну и других документов. Это если говорить о зонах защиты. Если говорить о надежности, то можно пользоваться программой на нашем сайте. Рассчитает не зоны, а именно целевую надежность количества поражений объекта молний при заданном интенсивности грузовой деятельности в часах и рассчитает надежность защиты системы молниеприемников. Спасибо. Дмитрий Алексеевич Ащев, почему для такого объекта с плоской кровлей нельзя сделать сетку или молниеприемник на самой крыше? Если говорить об объекте с плоской кровлей, если он будет бетонный, кирпичный по нормам ВСП-22, то достаточно на нем сделать сетку. При условии даже, что они будут обвалованные или не обвалованные. То есть железобетонные, бетонные и кирпичные допускают установку сетки по ВСП. По РД-34 не будет, нет такого примечания, то есть для РД-34 только отдельно стоящие электросовые молниеприемники. Но тут надо такую ремарку сделать, что на вебинаре мы рассматривали объекты, это все-таки не здание с плоской кровлей, а просто такой гипотетический объект, который занимает такую область. Стоит 20 метров и с такими-то границами, размерами в плане. Ну и вот если с плоской кровлей, то, как я ответил, то по ВСП можно, можно и сетку. Почему-то сетку, про молниеприемники там не сказано. Сказано только при том, что если нужно защищать какие-то другие дополнительные возвышающиеся элементы, дополнение к сетке, устанавливаются еще в молниеприемнике. Спасибо. Андрей Матвеев, в каких случаях лучше использовать активную молниезащиту? Активную молниезащиту желательно не использовать. Я бы ответил, что ни в каких случаях. Есть ли она в РД, ВСП? В РД, ВСП, ее, конечно же, нет. Так же, как и в ГОСТе, который, я забыл, какое у него было значение, 62, 305, 303, сейчас секунду. ГОСТ 59, 789, 21. В нем указано, что любые молниеприемники должны рассчитываться по их непосредственным физическим размерам. То есть, это исключает какое-то вообще влияние в активных молниеприемниках, если мы соответствуем этому ГОСТу, делаем расчеты по нему. Ну и стоит еще отметить, что если бы молниеприемники активные работали, то они, наоборот, делают для объекта, вносят какие-то негативные последствия, потому что они будут больше стягивать молнии. Молния будет вне публики в объекты чаще, и, как я вот говорил на самом вебинаре, канал молнии, который протекает даже по отдельному стоящему молниеприемнику, он тоже опасен. Он менее опасен, чем неконтролируемый удар молнии в объект, когда он может ударить в любую часть, но, тем не менее, он остается опасен. Так что, молниеприемники активны, если они даже и работали, вот это тоже вред. хоть они работают, хоть не работают, в любом случае, негативное влияние. Спасибо. Виктор Васюков, какие расстояния по воздуху вы выдерживаете от установки до молниеприемника? От установки до молниеприемника это те расстояния, которые я показывал на слайдах. СВ для РД это от 3 до 4 метров, плюс, если объект превышает определенную высоту, добавляется по ВСП, это от 5 метров и далее до 12, по-моему, насколько я помню. Ну, то есть, от 5 метров минимум до 12, плюс еще в зависимости от высоты объекта дополнительное расстояние. объект превышает 15 метров. Александр Витальевич Седов, я бы объединил полосой все контуры от молниеприемников. Требуется ли это? Это не требуется, но требуется только по ВСП объединять по парному у них приемники, которые находятся по одной стороне здания. В этом не будет ничего. как сказать, негативного последствия такого объединения, просто оно не требуется по нормативным документам. Было бы, конечно, хорошо объединить контуры, сделать заземлитель, который позволит растекаться току по большой площади с низким сопротивлением заземления. Ну, это будет достаточно дорогостоящее решение, потому что молниеприемники одиностоящие трусовые часто используются для объектов большой площади, в отличие от уникальников на объекте. Ну, тут если есть возможность, конечно, сделать контур, то можно. Плюс еще бывает так, что на территории находятся еще какие-то объекты, которые требуют дополнительного заземления, для защиты от статического напряжения, для уравния потенциалов. Так что это будет полезно. Если есть бюджет, возможность, то можно делать контур. Ну, вот как раз и следующий вопрос от Дмитрия Алексеевича Ащева. Зачем экономить на полосе заземления, если у нас и так присутствует внешний контур заземления? То есть у нас молниеприемники связаны заведомо между собой этой полосой? Если так, то это неплохо. Это хорошо. Игорь, подскажите, пожалуйста, расчет молниезащиты по каким нормативам является более надежным? СО, РД, ВСП? Как мы выяснили в ходе вебинара, если рассчитываем по РД 34 получается надежность 0,991, то есть 3 девятки, а по ВСП достаточно 2 девятки. По СО нет определенных каких-то требований к надежности, в нем указаны цифры надежности, указаны расчеты для той или иной надежности, но нет никакой привязки к объектам, поэтому есть необходимость, если его использовать в других нормативных документах, каких-то дополнительных РД, СТО, которые будут уже указывать более конкретно требуемую надежность для того или иного объекта. Ну, я думаю, что на этот вопрос больше нечего добавить. Ну, по РД 34, если так вот коротко, получается более надежно. Спасибо. Павел Киселюк. Молниезащита наружных труб эстакад с такими элементами, в которых передается цирку, циркулируют взрывоопасные жидкости или газы. Какие требования? Передается, циркулирует взрывоопасные жидкости и газы. Какие требования? Эстакад тут лучше, конечно, обращаться, я думаю, к проектировщикам, к технологам, которые смогут сформулировать их воздействие, какой-то их пожарной опасности, к какой категории относятся они. Но вряд ли в этих трубах есть при нормальных режимах какие-то взрывоопасные взвеси, газы, взвеси и так далее. Но я думаю, что это что-нибудь под В1, В1А, скорее всего. Но для первой категории, наверное, не требуется. Тем более, стакады часто используются, как муни-приемники, без дополнительной защиты запасной жидкости и газа. Но лучше уточнять специалистов. Игорь Потешкин спрашивает, почему ведете расчет молниезащиты ПРД, но не используете ГОСТ-Р 59789 и СО-153? СО-153 мы частично используем, потому что мы оперируем надежностью. И как раз программное обеспечение, о котором я говорил, приведен на сайте ЗАНС, которым может каждый воспользоваться, оно содержится в СО-153 как рекомендуемое программное обеспечение для расчета надежности муни-приемников. Там есть прям такие примечания, что если муни-приемник больше, чем два в общем система муни-приемников достаточно такая обширная, то следует использовать именно это программное обеспечение. Почему не только СО, но и ГОСТ? ГОСТ тоже можно использовать. Я как раз проводил прошлый вебинар и на нем рассказывал про ГОСТ 59 789 рассчитывал там муни-приемники по методу защитного угла и сравнивал их с расчетом по РД и ПСО. Сравнил с зонами защиты и надежностью, которая там получается. Насколько помню, получилось для выбранного объекта достаточно близко. Опять же, это зависит от задания заказчика, к какому нормативному документу склоняется. Я от себя добавлю, в конце прошлого года мы проводили вебинар на тему опасен ли новый ГОСТ-Р для специалистов по молнии защите. Крайне рекомендую посмотреть записи всем тем, кто не смотрел. Вебинар очень интересный получился. Вопрос от Павла Киселюк. Тяжение троса на молниеприемниках, проверка на прочность, возможность их установки на эстакаде, решение для объектов большой протяженности, для обеспечения молниезащиты здания категории А, необходимо расположение отдельно стоящих молниотводов или можно расположить на изолированных стойках или другие, решение установленной на самом объекте. Если говорить по RD34, то нельзя. Возможно, на изолированных стойках как раз по ГОСТ. Там есть такой пункт, где изолированные молниеприемники, то есть изолированные от объекта, возможно, можно использовать и на самом объекте. По RD34, я думаю, что никак. То есть можно использовать тросы на эстакаде при расчете, при условии, что сама конструкция этой эстакады будет рассчитана на прочность троса. То есть нельзя так просто трос повесить на нерасчитанную конструкцию. Нужно рассчитать ее на прочность. Но опять же, это уже не будет по первой категории. Спасибо. Артур Япаров. Есть действующее хранилище нефтепродуктов. Выполняется защита хранилища снаружи сеткой по всей площади, которая получается выше существующих молниеприемных стержней. Можно ли установить на вновь сооружаемую сетку 4 молниеприемника по периметру не связанных с сеткой? Объединить их в один тк-отвод с присоединением к заземлителю за пределами взрывоопасной зоны? Сейчас постараюсь правильно понять этот вопрос. Значит, сеткой, я так понимаю, сеткой это имеется в виду трусами, молниеприемниками или по всей площади можно установить одну сетку 4 не связанные с сеткой. Ну, вообще, можно установить молниеприемники. Хорошо. Ну, трудный вопрос на самом деле. непонятно на какой сетке идет речь. Это может быть какой-то комплекс тросов над объектом. Но тогда уже должно быть 4 молниеприемника стоять, какие-то опоры. А тут еще дополнительно 4 молниеприемника. Попросил бы уточнить вопрос, потому что не совсем понятна формулировка. Артур уточняет защита от БПЛА. Понял. Ну, тогда если она металлическая эта сетка, то она может служить молниеприемником. молниеприемником при условии что ее сечения соответствует ГОСТ. Сечения, то есть проволок или самой сетки соответствует ГОСТ. Тогда получается такой стержневой тросовый молниеприемник только еще лучше, чем тросовый молниеприемник. Тогда не требуется устанавливать 4 молниеприемника просто и опоры можно заземлять. Я хочу добавить, у нас есть статья, мы весной писали отдельно небольшую заметку как раз про такой случай, когда меры по защите от всяких летающих неприятностей размещаются выше молниеприемников. Действительно становятся эти меры, как раз все эти сетки, размещенные молниеприемниками, они требуют, они сразу должны выполнять требования, которые относятся к молниеприемникам, это и сечение, и места соединения, и заземления, потому что молния будет бить именно в эту сетку, и то, как дальше будут растекаться токи, становится критически важным и для людей, которые эксплуатируют предприятие, и, собственно, для самого объекта. Да, это добавлю, то тогда получается, что молниеприемники становятся просто бесполезными, и вот решение даже по удалению их за пределы взрывоопасной зоны, если сетка значительно возвышается, то эти сами молниеприемники будут входить в зону защиты, даже если они будут заземлены, землятель будет входить за пределами взрывоопасной зоны, они, по сути, будут просто бесполезны. Николай Иванов, необходимо ли защищать ДГУ в контейнере молниеприемников, наверное, молниеприемниками? Ну да, да, можно, необходимо защищать, причем еще нужно обращать внимание на взрывоопасные зоны над дыхательными клапанами, если есть клапаны дыхательные, это речь не о газоотводных трубах или выхлопных трубах, а вот именно о клапане. Я на вебинаре этому внимания не уделял, но при защите по первой категории немаловажно защищать взрывоопасные зоны над клапанами, где возможно непосредственный отвод газов в атмосферу, нужно знать их размеры, определяется по нормативным документам, по темам РД и ПВСП и включать их в зону защиты. Андрей Матвеев спрашивает, где посмотреть системы защиты от БПЛА и их заземления. Ну, системами защиты от БПЛА мы не занимаемся, но ссылку на ту статью про заземление таких систем я сбросил в чат. Посмотрите. еще вопрос. Нужно ли на кровлях с выступающим оборудованием вентиляция дыхательной трубы защищать зоны возможного перемещения персонала? Где-то обговаривается такое? Защищать людей, ну, то есть зоны защиты на отметке роста человека, я так понимаю. Ну, вообще это такой спорный вопрос, хоть и нигде не запрещено может быть для каких-то производства каких-то промышленных объектов и запрещено нахождение человека на кровле. Например, вот на высотных зданиях нет такого пункта, чтобы человек во время грозы запрещалось ему находиться. Тем не менее, вообще находиться опасно и желательно не испытывать судьбу, не надеяться на мой неприемник, что он защитит отметку на уровне человеческого роста, вообще не подвергать себе опасности в случае грозовой деятельности, активности. А так, для каких-то формальностей, для соблюдения формальностей, я сталкивался с тем, что просят эксплуатированную кровлю защищать на уровне человеческого роста зомозащиты строить. Ну, вообще вопрос защиты людей на крышах в грозовую обстановку, это прям отдельная тема, которая в нормативах достаточно слабо освещена, даже если защитить человека от прямого попадания молнии, остается много вопросов, что будет с растекающимися токами, то есть самой молнией, поэтому тут, конечно, просто ответить на этот вопрос не получится. Черкасов Владислав, необходимо организовать защиту выступающих крышных вентиляторов на двускатной кровле. Был ли опыт по защите крышных вентиляторов молниеприемником с креплением на стакан без прокола монтажного стакана, дабы сохранить гарантию на сертифицированное оборудование смежных отделов, обстройки, например, кирпичные, на которых можно было бы закрепить молниеприемник отсутствуют. В типовых альбомах производителей представлены способы крепления молниеприемников при отсутствии обстроек, только с проколом монтажного стакана. Тут речь скорее о высоте молниеприемников. Если молниеприемник потребуется невысокий, то можно крепление на хомутах предусмотреть. Если молниеприемник будет примерно выше двух метров, то чаще всего они уже крепятся к стене на болты, на дювели. ну тут какой-то хомут и молниеприемник, чтобы он не создавал большую нагрузку, иначе крепление просто не выдержит. К примеру, метр молниеприемника не будет создавать значительную нагрузку от ветра. Тогда не будет создавать опасность для разрушения конструстакана. Спасибо. Надежда Смирнова спрашивает, есть ли у вас, то есть у нас, плагины для Revit по молниезащите? Дмитрий, позвольте, отвечу я. Надежда, у нас сейчас идет очень активная разработка нашего плагина. Есть бета-версия, которая большую часть функционала уже содержит, но не так идеально, как хотелось бы. Поэтому если вы хотите поучаствовать в текущем нашем бета-тестировании, мы с удовольствием вам плагин предоставим. Если все-таки он нужен для, ну, скажем так, уверенной работы в отсутствии лишнего времени на тесты и ошибки, тогда лучше дождитесь. Мы ожидаем окончания работы над нашим плагином примерно через месяц, может быть, полтора. В нем будут очень классные киллер-фичи, которые будут помогать проектировщикам размещать элементы молниезащиты. И, собственно, для расчета защищенности там будет тоже пару интересных таких помощников. все те, кто хотят поучаствовать в бета-тестировании, напишите нам на электронную почту info.sobachkazans.com и мы с вами свяжемся. Так, ну, следующий вопрос. Антон, прошу сообщить, есть ли какие-либо решения для мобильных передвижных установок с габаритами не более 15,255-4 метра, мобильные молниеприемники, устройство заземления, взрывоопасная зона В-1А, ПУЭ внутри помещения передвижной установки, В-1Г снаружи установки? Можно такие решения организовать, мы для нескольких объектов такое рассчитывали. Подходят молниеприемники на бетонных основаниях, которые не требуют заглубления. Бетонные такие грузы, которые на которым крепятся можно сказать ноги молниеприемника, они бывают от одного до девяти и так далее штук. То есть это молниеприемники можно просто поставить на землю, они будут держаться. Ну, просто чтобы еще они выдерживали нагрузки ветровые, не покинулись. А вот по заземлению не обойтись без заглубления. Если будет объект третьей категории, то достаточно будет пяти метров полосы и двух вертикальных электродов, в отличие от того, что я показывал на вебинаре. Тут заземлитель подходит для первой категории, для третьих достаточно меньшего заземлителя, но все равно придется его обрывать брунт. Если есть какие-то средства потом достать, то если вообще это целесообразно, то можно это тоже производить. Александр Витальевич Седов пишет молниезащита железнодорожного депо плюс защита от вторичных проявлений молнии. Наверное, это та тема, которую хотел бы услышать Александр Витальевич на наших следующих вебинарах, написанные в раздел вопросов, но позволь Дмитрий, я отвечу. На нашем сайте есть пример проекта по молниезащите железнодорожного депо и даже другой пример расчета опять же молниезащиты депо железнодорожного. Сейчас в чат я сброшу ссылку на проект, рекомендую познакомиться. Вообще у нас на сайте более 30 примеров проектов молниезащиты и заземления мы стараемся собирать наиболее востребованные, наиболее популярные объекты, которые приходят к нам в работу. Очень рекомендую использовать их в качестве образца или примера для разработки решений в своей работе. Вопрос от Руслана Насирова. Вопрос, мне кажется, очень интересный. Общий контур заземления здания должен быть разделен от контура молниезащиты. В большинстве случаев нет, потому что и ПУИ, по-моему, пункт 1, 755 и РД, они рекомендуют использовать общий заземлитель для целей молниезащитного заземления и защитного заземления электроустанового потребительного. так что нет, желательно делать общий. Подрядов Александр, к какой категории молниезащиты отнести к реогенной установке разделения кислорода? Если честно, я не совсем помню, по какой категории я рассчитывал. Секунду, если сейчас есть время. Все зависит от категории взрыва и пожара опасности ПОИ, в которой относятся объекты? Да, они редко относятся к первой категории. Кислород, криогенные сосуды, я рассчитывал, они относились к третьей категории. Кислородная станция тоже к третьей категории. Так что получается третья категория для таких объектов. Если нет каких-то других подписаний заказчика и технологов. Вострецов Михаил, можно при расчете зоны действия молниеприемника использовать близ находящиеся конструкции или сооружения, например, мачту связи? Не то, чтобы даже можно, а мачта связи высокая, она волей-неволей будет молниеприемником. И если она будет наиболее высоким объектом, нужно стараться уже предусмотреть, минимизировать опасное влияние от нее, протекание тока молнии, то есть сделать соответствующие заземлители как минимум, и защититься прихода перенапряжений по линиям питания связи, может быть, контрольным камерам с помощью УЗИП установить его здание. Мачту в любом случае высокое нужно расценивать как молниеприемник. Спасибо. Павел Киселюк, ГОСТ Р 59789 2021 МЭК 62305 4 Есть пункт о том, что температура молнииотвода, находящегося во взрывоопасной зоне, не должна превышать температуру взрывоопасных смесей при ударе молнии. Есть ли примеры расчета? Как вы смотрите на размещение молнииотвода, вводов в таких зонах? Есть в книге Эдуарда Милеровича Базиряна, по-моему, в самой первой, если я не ошибаюсь, нет, да, книга называлась «Вопросы практической молниезащиты». Он там делал расчет по перегреву тока отвода, который находился при нормальной температуре эксплуатации и учитывал молнию с предельным энерговкладом, ну, то есть максимально вообще возможная молния. И получилось так, что перегрев составляет 110 градусов, температура повышается на 110 градусов, и это можно для различных веществ сравнить, но для большинства веществ средств это не опасно. Коллеги, я в чат сбросил ссылку на статью на нашем сайте, она как раз посвящена этой теме опасен тока отвод, нагрев тока отвода для молниезащиты. Мы постарались вместе с Эдуардом Минировичем прям раскрыть эту тему. крайне интересная и небольшая статья. Очень рекомендую почитать. Еще добавлю, что в ближайшее время, примерно в течение двух недель, у нас на сайте появится новая статья, она тоже будет небольшая по объему, статья о том, что и как молния может поджечь из взрывоопасных концентраций газов и смесей. Как оказалось, молния не все может поджечь и не так, скажем так, как кажется. Очень необычная статья, на мой взгляд, очень рекомендую почитать. Приходите на наш сайт, следите за новостями. Также хочу заметить, мы делаем регулярную рассылку наиболее интересных материалов, которые появляются на нашем сайте примерно раз в один-два месяца мы эту рассылку проводим. Если вы хотите получать от нас такие письма, подписывайтесь на наши рассылки при регистрации на сайте или просто напишите нам на почту «хочу рассылку», мы вас включим в список и будете получать. сегодня достаточно много вопросов связанных с активной молниезащитой, о том, насколько она активна, насколько она может превосходить или что-то еще. На нашем сайте очень много материалов связанных с молниезащитой. По большому счету эти материалы за авторством Эдуарда Мировича Базилиана. Хочу сказать, мы придерживаемся этой точки зрения и если вы совсем не знакомы с темой эффективности активной молниезащиты, просто зайдите на наш сайт и в поисковой строке вбейте «активная молниезащита». Вы найдете огромное количество материалов, поизучайте. Я бы не хотел как бы на этом вебинаре, он все-таки посвящен у нас взрывоопасным зданиям, разговаривать об активной молниезащите. Так, есть ли еще какие-то вопросы, коллеги? Мне кажется, мы ответили на все остальные вопросы, которые есть. Да, по-моему, мы ответили на много вопросов сегодня. Можем ответить еще, если осталось, но если не осталось, то хорошо. Для тех, кто, как обычно, бонус для тех, кто досидел до конца. Хочу сделать короткий анонс новой книги, которую мы написали вместе с Эдуардом Мейеровичем Базилианом. Книга называется «Скорая помощь в молниезащите» и содержит большой набор вопрос, статей с вопросами и ответами в молниезащите, с которыми сталкиваются инженеры, выполняя расчеты и создавая действительно эффективные и надежные системы. Мы ожидаем выход из печати этой книги в течение текущего месяца. Сейчас она уже находится в печати. И как только она появится в продаже, мы обязательно сделаем анонс на сайте, сделаем рассылку. Крайне рекомендую такую интересную книгу к прочтению. Вот как раз на вебинаре я рассказывал про ток от канала МОНИ от отдельно стоящих МОНИ-приемников, насколько их стоит отодвигать. Я хотел сказать про книгу, но во время остановился, решил подождать до полноценного анонса, ограничился вебинарами и упоминанием, по-моему, статей. Так что, да, в книге есть отдельный раздел, посвященный отдельно стоящим МОНИ-приемникам. какую они представляют опасность, точнее, недостаточное их расстояние до объекта. Ну, теперь, после полноценного анонса, я думаю, всем захотелось это узнать. В книге есть про петли токоотводов, чем они опасны и какие опасны, а какие нет. Есть про шаговые напряжения, есть про заземлители, очаговые, вертикальные и заземлители вокруг объектов. Есть плюсы и минусы отдельно стоящей МОНИ-защиты. Очень много уделено УЗИПам, поэтому книга, на самом деле, на мой взгляд, просто шикарная получилась. Всем крайне рекомендую. Так, ну что ж, большое спасибо, что пришли к нам на вебинар. вступайте в наши группы в социальных сетях. У нас есть замечательная группа в Телеграм. Более 400 человек. Действительно, у нас получилась такая группа экспертов. В этой группе в Телеграме у нас есть не только наши инженеры технического центра ЗАНС, но и много ребят, которые просто любят и занимаются, изучают молниезащиту. Очень быстро отвечаем на вопросы, которые связаны с молниезащитой. Подписывайтесь на наши новости, переходите на наш Рутюб канал. У нас мы практически все видео, которые были размещены на нашем Ютюб канале, переместили на Рутюб. Пока у нас там достаточно мало подписчиков, но все видео, которые там размещены, доступны к просмотру и, скажем так, не лагают и не режутся в качестве. Поэтому подписывайтесь на наш Рутюб канал. Читайте анонсы на нашем сайте zans.com, приходите на новые вебинары. Всем спасибо. Спасибо, коллеги, спасибо. Был рад всех видеть. Спасибо. 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 Продолжение следует...